Rainbow English, учебник пятый класс, вторая часть, юнит 5, степ 2 и упражнение номер 6. Прочитайте диалог и ответьте на вопросы. Читаем диалог, переводим, затем отвечаем на вопросы. Kate's trip. Поездка. Kate. Hi, Kate. It's good to see you again. Привет, Kate. Хорошо или рада видеть тебя снова? Hi, it's good to see you. Привет. Рада тебя видеть. How was the trip? Did you enjoy it? Как поездка была? Понравилась она тебе? I did. I had a lot of fun. Понравилась. Я получила много удовольствия, веселья. Дословно это веселье. Where did you go? Куда ты ездила? My parents and I went to the south of Russia. Мои родители и я ездили на юг России. Did you stay at a hotel? Ты или вы останавливались в гостинице? We did. Да. It was a modern four-star hotel near the sea. Это был современный четырехзвездочный отель. Ну, гостиница, наверное, лучше переводить. Возле моря. We had a cozy room and I could see the sea from my window. У нас была уют... Ну, в данном случае не комната, да, лучше сказать, а номер. У нас был уютный номер, и я могла увидеть море с моего окна. And the food in the hotel was very good, too. И еда в гостинице была очень хорошей тоже. That's wonderful. Чудесно. Did you stay in the sun a lot? Ты много... Дословно это пребывало на солнце. Ну, можно сказать, ты много загорала? You are very brown. Ты очень загорелая. Да, то есть браун-коричневая, но в данном случае очень загорелая. I did, да. The weather was sunny and hot, and it never rained. Погода была солнечной и жаркой, и никогда не было дождя. I swam a lot, too. Я много плавала тоже. What about the people in the hotel? Как насчет людей в гостинице? They were very friendly. Они были очень дружелюбными. Первый вопрос. What was the trip like? Какая была поездка? Ну, вот какая была поездка... Тут просто Кейт про себя пишет, что ей понравилась поездка, и она там получила много веселья. То есть, в принципе, можно, я так думаю, сказать, что поездка была хорошей. The trip was... The trip was... То есть, была... Ну, например, nice или good. Давайте nice. The trip was nice. Поездка была хорошей. Второй вопрос. What was the hotel like? Какой была гостиница? Ну, гостиницу здесь хорошо описали. Итак, берем из текста... Из текста... The hotel was... А хотя давайте даже не так... Секунду. Так, секундочку. Was... Давайте даже все-таки начнем. Это был... It was... Как и в тексте. It was... A modern four-star hotel near the sea. То есть, то же самое отсюда мы и взяли из текста. Это был современный четырехзвездочный отель или гостиница возле моря. Все, в принципе, про гостиницу это все, что сказали. Третье. А какая была комната в гостинице? Ну, в смысле номер в гостинице какой был? Итак, здесь тоже смотрим по тексту. Так, ну, здесь можно сказать так. The hotel room, то есть гостиничный номер, was cozy, был уютным. And... И Kate... Давайте про нее напишем, что она могла видеть море из окна. То есть это тоже относится к характеристике номера. And Kate could see the sea from her window. И Kate могла видеть море из ее окна. Четвертое. Так, четвертое... Ой, не туда. What was the food like? Какая была еда? Еду она хвалила. Говорила, что еда была очень хорошей. The food was very good. Слово to мы не будем писать, потому что это она говорит тоже, но мы просто ответили, что еда была очень хорошей. Пятое. What was the weather like? Так, а погода какая была? Про погоду тоже Kate много говорила. То есть погода была вот эта информация. The weather was... Итак, во-первых, sunly. Солнечное. And hot. И жаркое. And it never rained. Я думаю, тоже можно написать, что дождя там не было. И последний. What were the people like? Какими были люди? Это у нас в конце уже говорится диалога. Kate говорит, что они были очень дружелюбными. Приветливыми, да? Тут лучше так сказать. The people were very friendly. Так, и вот наши ответы. Тguим, как при том, как раз Two, И вот эти есть. И вот эти dato. Продолжение следует...